сегодня во втором уроке мы доработаем схему и научимся пользоваться переменными добавим переменную с помощью изменения которой мы сможем подключать цвет клюву помощь from binom приветствую на канале arduino проекты в ближайшее время канал будет переименован в x тех итак для того чтобы создать нашу альтерскую цепь не будем создавать новую цепь сделаем клон первого урока для этого нажмем на шестеренку и нажать дублировать появится дубль и сразу откроется урок для изменения вот наш урок давайте его переменуем сразу назовем его урок 2 итак у нас было подключено по второму пину все но прежде чем приступать к данному уроку хотел бы еще немножко рассказать про то как использовать используется блок сетап и чем он отличается от блока лоб давайте скопировать этот код вырежем даже и вставим блок сетап и проверим что будет когда мы нажимаем как видим нас идет мигнул выключился и больше ничего не происходит у нас код выполняется всего лишь один раз и поэтому после у нас видает выключился и после урок сетап выключился у нас больше ничего не происходит соответственно если мы добавим еще одну строчку ниже вот так вот например сделаем и промоделируем у нас идет меня отключится и будет включенный соответственно последняя команда выполняется и грубо говоря не изменяется соответственно то что нужно выполнить всего лишь один раз либо выполнить при запуске ардуинки добавляется в данный блок давайте берем все как было и так как помните предыдущего урока чтобы нам подключить к определенному пину нам необходимо поменять значение пин моды номер пина в диджество врать и сколько бы раз не встречался в коде наш пинг нам все нужно будет поменять если это у вас большой код то это может быть десятки строк я нужно поменять назначение чтобы этого не делать можно использовать переменные сегодня будем использовать переменную int на новом сайте x тех есть правочник языка ардуино здесь находим нужный тип данных в разделе давать тип данных и будем использовать тип int int это у нас от английского слова integer целое число и прямое значение может хранить значение от минус 32 768 до 32 767 соответственно мы сейчас зададим переменную int назовем ее let перемены можно называть английскими буквами и также использовать тире подчеркивание нижнее и цифры но давайте для простоты назовем просто let и будет она у нас равна давайте подключим сразу к таким пином так ставим точку запятой и везде где у нас было бы напишем let вот если мы сейчас начнем моделирование наш свет не будет мигать чтобы он начал мигать нам нужно подключить к третьему пином и нажать модели и так видим наш свет отлично отлично работает мигает пол секунды так чтобы изменить интервал достаточно создать еще одну переменную назовем ее time и значение изначально пишем так и везде где у нас используются значение напишем тайм и здесь тайм и нажмем моделирование и мы увидим что у нас дает мигает с давалом 1 секунду если мы поменяем для значения интервал изменится также можно поменять и управлять интервалами не только одинаковые сделать интервалы но и сделать разные давайте добавим time2 которая также тип интеджер проверим как видим у нас стала мигать совсем другим интервалом и напоследок поменяем пин подключим пятом пином и еще моделирование как видим нас не работает потому что мы не поменяют пишем 5 в коре нажимаю все отлично мигает итак давайте перейдем к реальной артенке запустим артен и дыр и добавим туда наш код подключаем выбираем плату и на у на ком подключение 14 и загружаем как видим все отлично работает мигает мы можем поменять интервал например сделать 2000 секунды здесь тысячу миллисекунд будет 2 секунды сидится и одну секунду не будет светиться как видим отлично все отрабатывается при использовании реальная артенке в следующем уроке начнем подключать уже больше стадиотов поэтому подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте и фейсбуке и всем пока пока до встречи в следующем уроке